На трех популярных автодорогах Южного Урала введены, введен реверсивное движение. Это связано с масштабным ремонтным полотна, сообщает ГИБДД области. Дорожные работы проводятся на участках автодорог М5 Урал на трассе Челябинск-Троицк, на трассе Челябинск-Новосибирск. На этих участках наряды ДПС приближены к местам возможного затруднения движения. Водители просят планировать маршруты заранее. Но уже есть люди, которые, естественно, в соцсетях возмущаются, говорят, что это такое, проехать невозможно. Но вот гость в студии все сейчас расскажет. У нас в гостях пресс-секретарь управления федеральных дорог Южный Урал Татьяна Денисова. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, вот этим сотням и нам всем тысячам людей, которые любят перемещаться летом по федеральным дорогам, но все-таки отпуска и так далее. Что происходит? Почему именно так сейчас это все работает? Почему перекрывают именно днем? Перекрываются в круглосуточном режиме. Работы, которые сейчас происходят, не могут быть произведены больше никогда. Вы понимаете, что ни зимой, ни осенью, когда идут осадки какие-либо, мы этих работ производить не можем. Мы наблюдали в выходные, собственно, пиковую нагрузку, которая на трассе М-5 достигала от 18 до 20 тысяч машин в сутки. Основных два вида работы выполняются. Выполняются работы по замене слоев износа. Это работы сопряжены с полным перекрытием одной полосы движения, когда движение опущено по другой. Соответственно, сужение вот этого бутылочного горлышка и приводит к тому, что довольно сложно регулировать скорость этого потока. Мы, соответственно, при планировании ограничения движения, введении этой временной схемы, учитывали, что у нас пассажиропоток утром идет из города, вечером идет в город. Я говорю о выходных днях. То есть мы сейчас обсуждаем с вами ситуацию, которая была в прошедшие выходные. И поэтому у нас на участках, где установлено реверсивное движение, днем стоит регулировщик, который, ориентируясь на поток, пропускает там, где больше, и потом только пропускает там, где меньше. Машин скопилось. В ночном режиме регулируется автоматически при помощи светофора. А ведь бывает и так, что полностью перекрывают какой-то участок? Таких ситуаций нет. Движение по федеральной дороге не может быть перекрыто полностью. Только в том случае, если это ДТП, которое повлекло от собой перекрытие полотна. Полностью не перекрывается движение, никогда одна полоса работает. Либо в случаях, не в Челябинской области, в случаях, когда строится, предположим, новая дорога, в этом случае делается дополнительная строительная дорога, и тогда проезд по ней осуществляется, не у нас. Тогда сразу вопрос. Где сейчас происходят вот эти работы, сейчас нас смотрят телезрители и могут планировать маршруты, и где еще будут проводиться? Я вам скажу, что сейчас мы имеем несколько участков в районе Садки, это два участка. Там одновременно введено реверсивное движение на километровом где-то участке. И мы в этом году спланировали так работы, чтобы у нас подряд не шло несколько участков, чтобы мы не закрывали большой участок. То есть от километра до трех максимум мы закрываем. И у нас идут два очень серьезных ремонта на путепроводе и на мосту на развязке около Политаева. Это, по сути дела, челябинская городская агломерация. Подъезд в город, подъезд с объездной, и тут мы перекрываем одну полосу. И мы не можем никак по-другому действовать, работаем мы по одной этой полосе. Мы ее не можем расширить, потому что там речь идет уже о несущих конструкциях. Там полностью разобрано дорожное полотно, не как там фрезерование выполнено, а полностью разобрано дорожное полотно. Что нужно сделать для того, чтобы не оказаться заложником? В пробке, да. Вот такая ситуация. Чтобы не встать на трассе. Значит, все очень просто. Есть телефон Единой диспетчерской службы управления федеральных дорог. 2-3-6-563. 2-3-6-563. По этому номеру в круглосуточном режиме можно позвонить и уточнить. Я двигаюсь вот в том направлении, что меня там по пути следования ждет. Наши диспетчера работают в режиме двухчасового среза информации по каждому участку, где ведется ремонт. В течение двух часов, если не возникло затруднения, у них стоит галочка «Затруднений нет». Желаем, чтобы работы закончились все, абсолютно все досрочно. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях была пресс-секретарь управления федеральных дорог Южный Урал Татьяна Денисова.